Всем огромный привет и добро пожаловать в часть 2 моих покупок. Если вы не видели еще первую часть, обязательно переходите вот по этой ссылочке. Я оставлю где-то в этих частях видео. Ну и давайте начнем это видео с продуктов для ногтей. Покажу вам свои любимые лаки для ногтей и это такие новинки. Я любитель вот этих вот светло-розовых пастельных оттенков лаков, поэтому вот это все, вот это мое просто, это мои прелести. Начну я с двух вот этих лаков, они не пастельные, они такого интересного оба цвета. Первое синий и это глубокий синий с легкой такой какой-то молочной поволокой, в общем с молочной примесью. Я выставляла в инстаграм уже фотку, где у меня на ногтях он, по-моему, тоже некоторых видео была с ним. Я в него влюбилась. Это лак China Glaze и у меня до этого тоже были лаки от China Glaze. И не сказать, что у меня прям какая-то великая любовь с ними случалась, там с качеством и так далее. Но вот этот меня действительно поразил. Вы знаете, как я не люблю красить ногти и как я не люблю ждать, когда они у меня высохнут. И как я не люблю за то, что лаки обычные так быстро расползают с моих ногтей, как бы я там ни делала, сколько бы я слоев начальных и верхних не положила. Этот лак отлично держится на ногтях. Даже у меня он продержался, наверное, 4 дня без лишних каких-то там сколов, где-то там колупаний. В общем... Следующий лак OPI. Его вы видели у меня в видео на влоговом канале Антона плюс Анна. И многим он там понравился. Действительно, цвет очень интересный. И прям как-то не знаю, как его даже передать, потому что это и зеленый, и опять же молочная какая-то примесь есть. Сам по себе очень интересно смотрится на ногтях, когда мы с Оксаной из-за бестия встречались, она его тоже у меня отметила сразу же. И он, что мне тоже нравится, в принципе, China Glaze этот, они с одного покрытия, с одного слоя ложатся очень плотно. То есть не надо там 10 слоев делать, чтобы увидеть этот цвет. Следующие это уже мои любимчики. Такие вот пастельные розовые оттенки. Один у меня в оттенке Feel the Breeze, а другой более холодного цвета и более светлый. Это Something Sweet. В общем, это вот реально я, это мое. И мне кажется, вот такие цвета, они вообще и в пир, и в мир, и в добрые люди, и на каждый день, и на праздник. Всегда идеально смотрятся, и так ухоженно ногти смотрятся с ними. И следующий лавандовый. У меня вообще с лавандовыми лаками своя история. У меня такое ощущение, что я всегда, когда вижу в магазине лавандовый лак, я понимаю, что мне срочно нужно его купить. Хотя у меня уже есть там куча цветов такого же оттенка, то есть в коллекции. Это OPI, это такой же хороший по качеству лак, как и вот этот. Дальше, девчонки, я к вам обращаюсь за советом, как криворукий человек обращается к профессионалам, которые, я уверена, среди вас присутствуют. У меня тут появились такие пластинки от фирмы Muji London. По-моему, Muji читается. В общем, Moju London. В общем, штампик и три пластинки. Причем три пластинки я специально заказывала абсолютно разных рисунков. То есть я думала, ну, я не профессионал, закажу разные. Вдруг там, если с одним у меня не получится, то с другим каким-то рисунком у меня должно все сложиться. И я, как вот читала там на всяких форумах, на этих разных отзывах, отзывах профессионалов, я сначала пыталась сделать это все не сразу на ногтях, а на бумажке, на листке бумажки. И у меня ничего не получается. Мне реально не получается перенести вот этот вот рисуночек на ноготь, на даже на бумажку. То есть я делаю все по правилам, ну, серьезно, мне кажется, ну, по-другому невозможно. Переношу на штампик, потом вот таким же круговым движением нажимаю, переношу, пытаюсь перенести на бумажку. У меня получается какая-нибудь одна какая-нибудь левая полосочка, а все вот остальное, что здесь есть на рисуночках, этого почему-то не видно. Мы с ними как-то не нашли общий язык. Буду от вас ждать советов, что я, возможно, делаю неправильно. Хотя, наверное, тяжело увидеть, что я делаю неправильно, когда вы его не видите. Но в любом случае, если вы мне что-то посоветуете, я буду очень признательна. Потому что, ну, не хочется это просто так терять из виду. Следующее это всем известные, уже давно пропиаренные, не пропиаренные, не знаю. В общем, сначала, опять же, у меня вызвало это такое возмущение. Типа, зачем отрезать от старого телефона? Знаете, как будто бы завалялись где-то старые телефоны, и вот эти вот провода решили использовать по назначению, по-другому. То есть, теперь сделали ноу-хау, вот крутая резинка, которая не делает заломов, и вообще так фэнси выглядит, прям модная такая вся. Ну, в общем, я не покупала, наверное, на протяжении года, и все думала, что за чушь. И вот, наконец-то, я решила их попробовать. И, девчонки, я знаю, что есть, опять же, и любители, и нелюбители. Это вот два лагеря. У меня такое ощущение, что посередине нет никого, который с таким мнением. Ну, ладно. В общем, есть либо те, кто любят, либо те, кто не любят. Я отношусь к тем, кому очень понравились эти резинки, и я реально поняла их смысл. Во-первых, у меня мало волос, то есть у меня их, типа, много, но они тоненькие. И поэтому, когда я, например, делаю хвост, я не хочу, чтобы это выглядело вот как вот что-то такое, чего вообще не видно. Обычно, когда я простой резинкой завязываю, у меня это так вот и выглядит. Как будто бы вот у меня вот столько волос в диаметре, и все, и все это видят. Это я не хочу, чтобы это видели. Когда я завязываю инвизи бабл, хоть более-менее это смотрится не так позорно. То есть, ну, вроде как даже есть какие-то волосы на голове. Плюс, что мне очень нравится, вообще, я сегодня тяжело делаю этот хвост. Я вам признаюсь, мне тяжело было создать такой какой-то гладкий хвост. Мне кажется, они для этого не созданы. Они созданы как раз-таки для создания более объемных причесок, где вы там можете здесь что-то накрутил, здесь что-то накрутил, сюда заправил, и все, прическа. Прямо такие прически представлены на сайте, где показано, как работает инвизи бабл. В общем, я уже долго о ней говорю, мне очень понравилось. Заломов реально не оставляет, и когда ты распускаешь хвостик, у тебя просто получается такая пышная прическа. И при помощи них, конечно, лучше всего собирать именно низкий хвост. Просто, если вы хотите убрать волосы, собрали быстренько и ничего не заломали. Мне они реально понравились, я для своих светлых волос решила заказать прозрачные и черные. Интересно, как у вас с ними сложилось, нет? Расскажу вам про уход дальше за волосами и за лицом. В предыдущем влоге показывала две вот эти матки, которые заказала Сайхерп. Они довольно дорогие, но, на мой взгляд, они того стоят. Все, в них понравился запах и консистенция, и освежают, и делают гладкую кожу. Первая это Jeffrey James Botanicals маска, которая как будто взбитые сливки. Очень приятно она ложится на кожу, как будто бы вам взбитые сливки, аромат клубники с клубникой наносят на кожу. Ну, представляете, это вот реально еще это очень натуральный запах. То есть это не химозный какой-то, не химический запах клубники, а очень натуральный. В общем, могу посоветовать, оставлю ссылку внизу. Видите, конечно, здесь немного, но ее и немного надо, чтобы нанести, на самом деле, на лицо. Мы вдвоем с Антоном пользуемся. И расскажу вам сейчас тоже про вот эту кисточку, до того, как расскажу про следующую маску. Это кисточка от Delium Tools. Я раньше думала, ну, вообще, зачем мне заказывать отдельную кисть для нанесения маски, когда можно использовать обычную, простую кисть для нанесения тонального крема, которыми я и так редко пользуюсь, как раз для маски и буду использовать. Однако, есть значительная разительная разница между тем, чтобы использовать вот специально предназначенную именно вот такую вот кисть для маски и использованием для тонального крема кисточки. Эта кисть точно не развалится от того, что ее помоете. Она очень хорошо сделана, по крайней мере, вот эта Delium Tools C365, которую я тоже на iHerb заказала, она маневрирует по лицу просто идеально. При помощи нее очень быстро можно нанести маску и избежать все зоны, которые вы хотите. То есть, из-за того, что она такая остренькая на кончике, она отлично прорабатывает эти все места вокруг глаз, вокруг носа, вокруг рта. Так что, очень вам советую, если вы любите делать маски, я советую вам это полюбить, потому что это действительно очень классно подпитывает и обновляет кожу. В наш климат, в наш вообще век надо ухаживать за кожей, и чем раньше, тем лучше. Вторая маска, это тоже реально из-подома, и мы, опять же, на своем влоговом канале вам уже даже показывались в этой маске. Это шоколадная маска. Но мне кажется, шоколадная маска для девушек это вообще идеал, потому что, когда вечером ты уже не хочешь себе позволять шоколадку съесть, чтобы там где-то на боках ничего не отложилось, нанеси маску, и тебе уже станет лучше, потому что запах чисто какао-бобов. И вот чисто натуральный запах, очень приятный, и она тоже очень классная. Знаете, я когда на нее смотрю, это типа нутелла в баночке. И когда наносишь ее на кожу, это тоже выглядит, во-первых, это приятно из-за запаха, во-вторых, как ты выглядишь, у меня настроение поднимает реально, вот то, как я выгляжу с этой шоколадной маской с нутеллой на лице. И тоже кожа, действительно, порки стягиваются, но она вам как бы саму кожу не стягивает. Я не ощущаю такого какого-то, знаете, жгучего стягивания и сухости. Нет, она и питает, и в то же время легко стягивает поры. В общем, мне очень понравилось. Я вот этими двумя масками просто довольна на ура. Про волосы, про уход за волосами тоже хочется сказать пару слов. Я вот вам показывала эту фирму, это итальянская фирма, и прислала мне Лена, опять же подписчица, попробовать испанскую фирму. Я вообще, кстати, замечаю, что именно испанские фирмы и итальянские фирмы профессиональные для волос мне очень подходят. То есть в Италии и Испании производят действительно очень качественные продукты, профессиональные по уходу за волосами. Именно из этих стран все, что я не пробую, мне практически всегда нравится. Итак, это DSD Deluxe. Я думаю, что если вы смотрели Веронику, Мика Гелл, она делала на них отзыв и говорила, насколько они классные. Я тогда смотрела и думала, ну блин, мне-то их не достать точно, потому что в Эстонии я не встречала их. Вот теперь мне выпала удача их попробовать. И в чем вообще заключается еще концепция этих трех продуктов, которые я сейчас держу в руках. Здесь идет шампунь, серум и маска. Как мне сказала Лена, их нужно использовать в комплексе. То есть вот помыть шампунем, который отлично очищает и промывает волосы. Нанести маску, которая пропитает вам эти отлично очищенные волосы. И затем после всего этого нанести серум. И что вот в комплексе, они дают отличный результат. И у меня тоже в комментариях на влоговом канале, ну что поделать, там мы чаще с вами общаемся. Поэтому не могу не отметить. Там вы тоже, несколько девчонок написало, что действительно классные продукты от DSD Deluxe. Так что если вы пользовались, тоже поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Ну вот, девчонки, это все. Вроде как я показала вам все, что было, по крайней мере, немножечко, точнее, множечко мне интересно. И, надеюсь, хоть немножечко вам было интересно. Огромное спасибо за вашу поддержку пальчиками вверх. Я желаю вам отличного настроения. Желаю, чтобы скорее всем тем, кому еще лето не пришло побыстрее уже, оно к нам пришло. И чтобы мы уже наконец-то могли наслаждаться солнцем и наслаждаться загаром тела. А не быть вот такими бледными, как я, без автозагара. Мы с вами скоро увидимся. Пока-пока. 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 Продолжение следует...